Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Меня зовут Рифат Фаткулин. Несмотря на пандемию коронавируса, весенний призыв в армию все же начался. Его проводят в особом режиме с соблюдением санитарных норм. Сегодня с нами военный комиссар Чувашской республики Александр Макрушин. Александр Александрович, здравствуйте! Добрый день! Ну и сразу главный вопрос. Как работают в республике военкоматы в столь непростое время? Ну, надо начать, наверное, с того, что объяснить, что, первое, призыв, он не отменен. Призыв не перенесен. Призыв проводится в строго установленные сроки, которые нам подписаны руководящие документы, а именно Верховного Голокомандующего, командующего округом. Мы все проводим в строгом соответствии с этими приказами. Для этого первый месяц, апрель, в чем особенность, что если мы в апреле не просто проводили комиссии, и отправляли уже наших ребят, то сейчас стало по-другому немножко. Мы весь апрель работали, как нынче модно говорить, на удаленке. То есть мы собирали и аккумулировали все документы ребят, которых мы будем призывать. Мы призываем более 1300 человек. А на призывную комиссию мы, для прохождения призывной комиссии и медицинской, мы вызываем около 6000 человек. Поэтому мы за этот месяц немножко, как сказать правильно, сделали выборку. Именно 1300 человек, которых нам нужно отправить. Именно те, которые пойдут в армию, у кого нет отсрочек, ограничений и так далее. Поэтому мы поработали с этими людьми. По телефону мы связались с учебными заведениями, в которые они учатся. Мы получили характеристики на них. Более того, семейное положение нам нужно было знать. А также, какими заболеваниями он или болел, или болеет и так далее. То есть мы собрали все данные бесконтактно о призывнике, который пойдет служить. Вот этим мы занимали целый месяц. А уже с 12-го числа у нас начался такой активный период. Мы начинаем призыв. Начали проводить призывные комиссии. Конечно, они отличаются от тех, которые мы проводили раньше. Во-первых, меньше личного состава мы вызываем. То есть наших призывников. Социальная дистанция. Ну и все остальные меры, такие как и повязка, и дезинфекция рук и так далее. То есть вот это все мероприятия включены у нас сейчас на данный момент. Мероприятия начались 12-го числа. И сейчас, на сегодня, у нас уже более 100 человек прошли эти комиссии. Следующий вопрос. Где и сколько раз призывники должны будут пройти тестирование на коронавирус? Значит, первое. Получив повестку, явиться на медицинскую комиссию и на призывную комиссию, призывник прибывает и, пройдя эту комиссию, он получает направление на прохождение теста на коронавирус. То есть, когда прошла медицинская комиссия, состоится призывная комиссия, ему дают боевую поездку. Им обозначают день, когда ему нужно явиться для дальнейшей отправки в армию. Здесь он за 5 дней до прибытия должен явиться в то место, где он стоит на учете. Ну, как правило, это районные больницы. Он прибывает туда, сдает анализ на коронавирус. В течение этих дней этот анализ ему делают. И он получает документ, с которым он уже потом прибывает на сборный пункт. И на сборном пункте, когда он получил этот документ, он уже выезжает на республиканский сборный пункт. То есть, на призывном пункте он прибывает в район. В районе он садится в автобус вместе со старшим. Автобусы у нас все продезинфицированы. У нас заключены дополнительные соглашения с организациями, которые занимаются перевозкой. Вот. Он прибывает сюда на сборный пункт. И на сборном пункте республиканском он первое... Сначала сдает экспресс, еще второй уже анализ на коронавирус. Сдает в лаборатории. После этого он заходит в палатку и в течение не более чем часа ожидает получения второго анализа. И только после того, когда у него подтвердится отрицательный, то есть он чистый, здоровый, только после этого он заходит на сборный пункт. Сборный пункт это у нас как чистая зона. То есть все, кто там, а там будет находиться администрация, там будет находиться медицинская комиссия, там будут находиться люди, которые прибыли, офицеры и контрактники, которые прибыли для получения призывников. Они тоже весь этот круг пройдут и все будут чистые. И только там начнутся с ним призывные мероприятия. То есть это и переодевание, и тестирование, и медики будут проверять. То есть вот так все у нас пока на сегодняшний день организовано. А сама отправка с какого числа начнется? У нас отправки спланированы с ориентировочно середины июня. Потому что в нашем субъекте нет воинских частей. Весь округ сейчас работает в субъекты, в которых есть воинские части, они поставляют туда. Транспортом этой части. У нас таких частей нет, поэтому мы начнем работать в июне месяце. Когда призывник попадает в воинскую часть, я так понимаю, его ждет двухнедельный карантин? По этому вопросу я скажу даже больше, что не только его ждет двухнедельный карантин. Во-первых, его ждет опять дополнительное тестирование. То есть это уже третье. Поэтому я хочу обозначить, что армия сейчас – это то место, в котором, наверное, наиболее человек защищен от этого коронавируса. Да, двухнедельный карантин, потом курс молодого бойца, потом присяга. Но все как в армии, служба, никто никакие ограничения не вносит. Единственное, что да, вот первоначальный момент – он присутствует. Двухнедельный карантин, повторный сдача и так далее. Будет ли изменен в связи с распространением коронавируса порядок предоставления отсрочек студентам? Давайте глубже посмотрим, почему студентов. Давайте начнем, наверное, с выпускников школ. Ну, во-первых, если с них начинать, то я обозначу, что всем выпускникам школ предоставляется отсрочка для поступления в высшее и среднепрофессиональное образовательное учреждение. Поэтому выпускников школ мы призывать не будем. За исключением, если он сам решит, что ему не надо идти учиться, вот, и придет и напишет заявление, что я хочу служить в армии. Чтобы быстрее служить, вернуться и потом уже чем-то заниматься конкретно. Вот, это в первую очередь. А что касается студентов, нет, ничего не меняется абсолютно. Вот мы его также, я рассказывал, что мы будем вызывать при наряде 1300, мы будем вызывать 5, более 5000 человек. Вот в число них ходят все студенты, вот, которым подошел срок. Вот мы ему там, он пойдет в медкомиссию, мы определимся по его здоровью и так далее. И мы ему тут же дадим отсрочку, вручим официально. Почему? Потому что у него есть справка, что он поступил, что он учится. Вот, единственное, нам нужно знать его состояние здоровья. А так ничего не меняется, в отсрочках не меняется ничего. Ну и в конце традиционный вопрос. Сколько призывников пополнит армейский строй в этот призыв? И сильно ли отличается количество призываемых граждан от показателей весеннего призыва 2019 года? Если говорить в цифровом эквиваленте, то, в принципе, мы каждый год, как правило, отправляем в армии до 3000 наших призывников. Да, весной мы отправляем чуть побольше, осенью мы отправляем чуть поменьше. Ну, это в пределах, там, человек на 200-300 с разницей. Вот, значит, в этом году мы отправляем, если точно сказать, 1318 человек. Это почти то же количество, что и в том году. Числа практически не меняются. Меняются, единственное, что сколько, в какие войска. Вот это вот есть. А что еще добавить? Ну, наверное, территория службы, она, это вся Россия. У нас ребята и едут в Калининград служить на Балтику, ребята едут и в Крым служить, кто-то едет и на Дальний Восток. То есть наши ребята служат по всей России. Ну, удачи всем нам и мне, как призывнику. С вами была программа «По существу». Меня зовут Рифат Фадкулин. Крепкого вам здоровья. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова